Друзья, я приветствую вас на канале «Путешествия по всему миру». В этом видео мы отправимся с вами в удивительную и сказочную страну – Италию. Столица Италии – город Рим, население страны – 61 миллион человек. Официальный язык итальянский. Друзья, если после просмотра этого видео у вас появится непреодолимое желание посетить эту удивительную страну, но у вас нет пока средств для поездки, не отчаивайтесь. Смотрите внимательно видео, и примерно в середине этого видео вас ждет сюрприз. Вы узнаете секрет, как можно довольно быстро заработать на эту поездку. Итак, отправляемся в путешествие. Италия. Страна на юге Европы с богатой культурой, историей и своим неповторимым характером. Современная Италия встретит вас виноградниками, ресторанами мирового класса и умопомрачительными пейзажами. В ней безудержный дух романтики. Давайте узнаем побольше об этой прекрасной стране. Сегодня в Италии проживает почти 61 миллион человек. Территория – 301 тысяча квадратных километров, включая острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов. Италия располагается в зоне субтропического средиземноморского климата. Сухое лето и прохладная дождливая зима. На севере Италии зимой иногда выпадает снег, а лето на юге может быть безумно жарким. Италия, питая по посещаемости страна в мире, около 50 миллионов человек в год. В стране находится 155 памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Это больше, чем в любой другой стране мира. На долю Италии приходится 5,5% от мирового туристического рынка. Каждый ее город притягивает туристов как магнит. Давайте вспомним некоторые из них. Рим. Один из самых древних городов нашей планеты, в котором находится знаменитый Колизей, площадь Цветовой Петра и фонтан Треви. Город романтики, беззаботности и веселья. Шумный и пестрый Неаполь. Расположился на берегу Неаполитанского залива, у подножья дремлющего вулкана Везувия. Третий по величине город страны – Венеция. Уникальный город на воде. Идеальное место для влюбленных и романтиков. Флоренция. Город-музей, родина итальянского Ренессанса – Милан. Столица мода и деловой жизни Италии. Считается самым нетуристическим итальянским городом. Сельская местность в Италии. Это живописные ландшафты, оливковые рощи, винодельческие плантации. Маслобойни, фермы по производству моцареллы и знаменитые посты. Италия имеет развитую сеть железных дорог длиной – почти 17 тысяч километров. Максимальная скорость поездов в Италии составляет 300 километров в час. Длина автомобильных дорог – 487 тысяч километров, из которых почти 7 тысяч. Автомагистрали. Максимальная разрешенная скорость – 130 километров в час. Итальянские спорткары Феррари, Пагани, Ламборгини и Массерати прекрасно известны во всем мире. Но большинство автомобилей, которые вы увидите на улицах городов Италии, будут компактные экономичные машины, а вовсе не суперкары. Одна из самых автомобилизированных стран в мире. 672 авто на тысячи человек на 2012 год. Это больше, чем в Германии и Японии. Кроме того, в Италии множество гоночных треков и клубов автолюбителей. Третья по величине – экономика еврозоны. Один из крупнейших производителей автомобилей, велосипедов и мопедов, тракторов, бытовой техники, промышленного оборудования, а также готовой одежды и кожаной обуви, макарон, сыра, оливкового масла и вина. В то время как север страны индустриально развит, юг Италии хронически от него отстает, являясь преимущественно аграрным. Во многом из-за бюрократии и коррупции. Туризм в Италии составляет 12% от ВВП. Несмотря на высокоразвитую экономику Италии, работу в ТАО. Настоящий момент найти не так легко. Людям часто предлагают короткие контракты, нежели постоянное трудоустройство. Зарплаты по европейским меркам не самые высокие. Так, на июнь 2016 года средний месячный доход после вычета налогов составляет 1560 евро. Итальянское образование в целом не считается таким же престижным, как, например, британское или немецкое. Однако по тем специализациям, которыми Италия сильно, а это мода, дизайн и искусство, у итальянских вузов мало равных и в Европе, и в мире. Высшее образование в Италии стоит сравнительно недорого, особенно в государственных вузах. По мнению Всемирной организации здравоохранения, на 2000 год Италия занимала второе место в мире, после Франции по общему рейтингу здравоохранения которой. Учитывает многие параметры, такие как качество услуг, доступность и прочее. Неплохим подтверждением этого служит показатель продолжительности жизни, который на 2016 год равен 82,7 лет, или шестое место в мире. Дорого ли жить в Италии, согласно информации с сайта, на 90% выше, чем в России. Но если сравнивать с другими европейскими странами, то разницы особой нет. Обед на двоих в не совсем дорогом ресторане обойдется примерно в 55 долларов, а стоимость литра бензина – 1 доллар 63 цента. Итальянцы живут довольно тесно. На человека приходится всего 31 квадратный метр. Большая доля жилья была построена еще в 60-е и 70-е годы. Разные стили и типы жилья. От крошечных квадратных метров, в которых итальянцы сушат белье на балконе, и окна которых могут выходить буквально в стены соседнего дома, до роскошных частных вилл с бассейнами и виноградниками. Уровень преступности в целом по стране не выше, чем в других европейских странах. Воровства и грабежей больше всего в Милане, Болонии и Флоренции. А юг до сих пор в большой степени под влиянием мафии, существование которой так или иначе ощущают на себе 22% жителей, согласно опросам. Футбол можно считать национальным спортом Италии. Почти в каждом городе и селении есть своя команда. И, конечно, зимние виды спорта в Альпах и Апеннинах. Италию по праву называют домом мировой моды. Армани, Дольче Габбана, Гуччи, Валентина, Прада. Итальянцы обожают моду и стиль. Конечно, сегодня итальянцы, как и все современные европейцы, довольно демократичны в одежде. Но все подряд на себя не наденут. Итальянцы очень тяготеют в классике. Уделяется большое внимание аксессуарам. Итальянская обувь и сумки, шарфы и ювелирные украшения недаром знамениты на весь мир. Итальянская кухня – одна из самых популярных в мире. И этому есть весомое объяснение. Более 2000 наименований вин, 500 с лишним сортов сыра, 300 видов мясных изделий, несколько сотен разновидностей пасты и пиццы. Большинство итальянцев – отличные кулинары. Кофе – любимый напиток итальянцев. Именно здесь появились ароматные эспрессо, капучино, макиято и многие другие разновидности, которые сегодня пьет весь мир. Утро в Италии начинается с чашечки свежесваренного эспрессо. Самый знаменитый итальянский десерт тирамису был создан еще в 17 веке. Слова тирамису переводятся как «тяни меня вверх», что означает «сбодри меня». А как можно устоять перед итальянским джелата? Мороженое с добавлением ягод, орехов и шоколада. Более 95% итальянцев являются католиками. Центр католического мира, город-государство Ватикан, расположен в центре Рима. Итальянцы не могут сдерживать свои эмоции и любят громко разговаривать. Северные итальянцы отличаются от южных. Обитатели северных регионов ругают юг за бардак, грязь, нежелание работать и мечтают отделиться от всего, что ниже Флоренции. А южане в ответ считают северян занудами и бессмысленными трудоголиками. Итальянцы известны своими тесными семейными связями. Если для американца главная – это карьера, то для итальянца – семья. И это основа социальной системы. Часто на работу берут именно по рекомендациям и знакомству. Многим нравится, как звучит итальянский язык. Италия – одна из самых красивых и посещаемых стран в Европе. Каждый год в Италию приезжают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к истории, увидеть культурные шедевры, попробовать знаменитую итальянскую кухню и насладиться фантастическими пейзагами. Является третьей по величине экономикой еврозоны. Граничит с Францией, Швейцарией, Австрией и Словенией. Также имеет внутренние границы с Ватиканом и Сан-Марино. Занимает Апеннинский полуостров, северо-запад Балканского полуострова, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов. Около 75% территории Италии занимают горные массивы и возвышенности. На территории Италии находится 53 памятника всемирного наследия ЮНЕСКО, больше, чем в какой-либо другой стране мира. Территория 3440 квадратных километров. Население 60 782 тысячи человек. Государственный язык итальянский. Столица Италии – город Рим. Протяженность. Италия с севера на юг дает большие климатические различия между районами от умеренно теплого климата Паденской равнины с жарким летом и холодной туманной зимой до ярко выраженного субтропического климата в Сицилии. По большей части полуостровная и островная Италия расположены в зоне средиземноморского климата, который, кстати, считается одним из лучших и наиболее комфортных для человека. Рим – столица Италии и древняя столица Римской империи. Невероятно красивый, колоритный и шумный этот город всегда был и будет в списке самых посещаемых туристами. На нашем канале уже есть интереснейшее видео, посвященное именно Риму. Поэтому в этом видео не будем тратить время и повторяться. Ссылка на наше видео об этом прекрасном городе будет в описании. И вот здесь вот. Обязательно посмотрите. Не узнав Рим, не узнаешь Италию. Милан – второй по численности населения город Италия – является деловым, научным, торговым и промышленным центром страны. Милан расположен в северной части Италии, в регионе Ломбардия. Милан – признанный центр моды и стиля. Многие приезжают сюда исключительно ради шоппинга. Также здесь кипит деловая жизнь, создаются компании и открываются новые производства. Главная достопримечательность Милана и, его можно сказать, сердце – Миланский собор. Он выполнен в готическом стиле из белого мрамора и поражает красотой внешнего оформления. Строительство началось в XIV веке, а завершилось лишь в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона было закончено оформление фасада. Правда, некоторые детали доделывались и позже, вплоть до 1965 года. Миланский собор – один из крупнейших в Европе. Среди европейских готических храмов по вместимости он уступает только Сивильскому. От них только статуи в соборе насчитывается почти 3500. В Милане много музеев. Один из самых интересных – галерея Брера. Расположено в роскошном дворце, где в 38-м залах находятся уникальные по своей художественной ценности полотна – Рубенса, Беллини, Рафаэля, Пикассо, Караваджо и многих других. За этим малоприметным фасадом скрывается один из самых знаменитых оперных театров мира – Ла Скала. А вот внутри театр поражает роскошью и помпезностью. Помещения отделаны по золотой, бархатам и фантастической лепниной. Все посетители отмечают прекрасную акустику. Музыку и пение актеров хорошо слышно в любом уголке зала. Флоренция. Этот город называют самым итальянским. Максимально отражающим характер и особенности итальянской культуры. Флоренция действительно один из красивейших городов мира. Расположен на севере страны и является административным центром исторического региона Тоскана. Горы и зеленые холмы, окружающие город, составляют невероятной красоты пейзажа. Во всемирно известных картинных галереях Флоренции хранятся полотна лучших итальянских мастеров. С Флоренцией связаны имена Танте, Бокаччо. Здесь жили Леонардо да Винчи, Микеланджело и Боттичелли. Также во Флоренции сформировался литературный итальянский язык, распространившийся затем на всю Италию. Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьори. Этот собор называют мраморным цветком Флоренции. Его венчает огромный купол, творение зодчего Брунеллески, которого уговорили вернуться из Рима в родной город, чтобы завершить строительство этого храма. Так как другие архитекторы не смогли исправиться с этой задачей. Путешествие в Италию – это прекрасная история. А чтобы сделать эту историю еще и выгодной, обязательно воспользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops. Благодаря Letyshops вы сможете вернуть обратно часть своих денег, потраченных на перелет, проживание в отеле или покупки в интернет-магазинах. И на эти сэкономленные деньги прикупить себе хороший сувенир из солнечной Италии. С сайта Letyshops переходим на Booking и выбираем понравившийся отель, бронируем и получаем обратно 3% от той суммы, которую заплатили за отель. Все просто. Что для этого нужно? Самую малость. По ссылке переходим на сайт Letyshops, быстренько регистрируемся и получаем свой личный кабинет, в котором и будет отображаться ваш кэшбэк. В базе Letyshops свыше 2000 магазинов, и вы точно найдете тот, который вам нужен. Вывести деньги очень просто – на банковскую карту или электронный кошелек. Для того, чтобы не забывать про кэшбэк, устанавливайте умное расширение от Letyshops, которая мониторит самые выгодные цены и рекомендует самых надежных продавцов. Приятных всем покупок и большущих кэшбэков! Ссылка в описании. Неаполь. Третий по численности – население город и столица административной области Кампания. Расположен у подножия легендарного вулкана Везуби. Неаполь сочетает в себе черты современного мегаполиса и памятника археологии под открытым небом. Неаполь – город южный, шумный и полный жизни. Неаполитанцы разговаривают на собственном отличном от литературного итальянского языка диалекте. Город расположен на берегу Неаполитанского залива. Свою долю непредсказуемости вносит Везувий и землетрясение. На сегодняшний день активность Везувий ограничивается клубами пара, вырывающимися из жерла, но вулкан по-прежнему считается действующим. Гораздо более реальную угрозу для неаполитанцев представляют землетрясения. Последнее произошло в 2016 году. Один из самых необычных исторических памятников Неаполя – древнехристианские захоронения в катакомбах. Венеция – уникальный город, расположен на северном побережье Адриатического моря. Большая часть города расположена на островах Венецианской лагуни, которые соединены между собой огромным количеством мостов. Весь исторический центр Венеции включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. И это неудивительно, ведь здесь сохранились образцы архитектуры XIV и XV веков. Непременной составляющей городской легенды стало угрожающее городу затопление. Дома здесь выстроены на сваях, которые с каждым годом все глубже погружаются в топкий грунт. Дома здесь выстроены на сваях, которые с каждым годом все глубже погружаются в топке. Еще большей опасностью грозит повышение уровня Мирового океана и участившееся наводнение. В историческом центре Венеции сосредоточились основные достопримечательности. Начать осмотр города стоит с площади Святого Марка, главной площади Венеции. Здесь же расположен собор Святого Марка, который по праву считается визитной карточкой города. Он был построен еще в IX веке и до сих пор созывают верующих на Мессу. Ввиду особенностей расположения города, дорог в нем нет. Между домами вьются узкие улочки, мощенные камнем. А для путешествий на дальние расстояния используют водные артерии. Самый известный и красивый из них – Гранд Канал, разделяющий Венецию на две части. Чинквитерре – национальный парк в провинции Специя на северо-западе страны, входящий в историческую область Лигурия. Яркие дома, роскошные пляжи и скалистые берега. Повсюду растут виноград и оливковые деревья и дополняет всю эту идиллию чистейший морской воздух. В Чинквитерре на склонах холмов, спускающихся к побережью, соседствуют пять средневековых городков – Вернаца, Монтероса, Корнилья, Моноролла и Рио-Маджоре. Это и дало название региону Чинквитерре, что на старинном диалекте означает «пять земель». Друзья, чтобы вам вести беззаботную жизнь, наслаждаться красотой природы в выбранной вами экзотичной стране, вам нужна финансовая независимость. Вы легко сможете зарабатывать с помощью нейросетей. Это тренд заработка на ближайшие годы. На нашем канале «Заработок на нейросетях» вы найдете самые новые и денежные нейросети. Также с помощью обучающих видео вы научитесь на них зарабатывать. В любой стране вам нужен будет только интернет, телефон или ноутбук. Ссылку на канал «Заработок на нейросетях» вы увидите под этим видео. «Заработок на нейросетях» «Заработок на нейросетях» вы увидите под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дорец Дожей ДимаTorzok 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 ДимаTorzok